Игорь, вот очень много сейчас информации вокруг Рамзана Кадырова, владельца Чечни, что у него и пересадка была почек, и умер уже мозг, но понятно одно, да, что серьезные проблемы у Рамзана Кадырова со здоровьем уже не первый месяц, очевидно, и даже он пытался записывать какие-то видео с грозного, говорят, журналистская ньюс, якобы он жив, но видео, конечно, такое себе, да, он что-то там промычал непонятно, якобы на пробежке, ничего не ясно, но у меня вопрос, Игорь, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот если Кадыров отойдет от власти в Чечне, насколько это повлияет на саму ситуацию в Чечне, ну вот, это видео, да, он как-то идет, как вы считаете, система, вот Рамзан Кадыров, это система или это один диктатор, после которого каточный домик может рушиться? Нет, я думаю, что Рамзан Кадыров это, безусловно, система, и вот эти два персоналистских режима, которые путинские и кадыровские, они, безусловно, основаны на личной уни, и это понятно, что для Путина это будет большая неприятность, если Кадыров уйдет в мир иной, но я не думаю, что это будет катастрофа, да, потребуется переналаживание системы, но никаких шансов на то, что в Чечне будет какая-то смута, просто нет, потому что, я слышал тоже такие высказывания, что, значит, это какая-то будет, да, в Чечне довольно много кровников Кадырова, довольно много людей, которые не приемлют этот режим, совершенно чудовищный, никакого отношения к чеченскому народу не имеющий, но есть два обстоятельства, которые исключают возможность смуты, во-первых, это то, что Чечня все-таки находится под очень жестким контролем российских вооруженных сил, и второе, это то, что в самой Чечне сегодня за время вот этого вот Кадыровского режима, он все-таки существует уже довольно давно, уникальный для Чечни, неестественный для Чечни режим, потому что чеченское общество никогда не знало вот таких вот шах-ин-шахов, как называют Кадыровы, всегда все-таки было совершенно это тейповое общество, где нет вот такого единоличного властителя, ну а здесь вот такое случилось, но за это время выращена достаточно большая и очень сильная прослойка людей, которые поддерживались гигантскими финансовыми влияниями, ну практически данью, которые Путин платил Кадырову, и безусловно никаких шансов на то, что вот будут какие-то успешные протесты, попытка свержения этого режима, это все исключено. Я думаю, что будет какой-то, ну будет выбран, назначен, вернее Путином назначен какой-то преемник, следующий шах-ин-шах, кто он будет, я сейчас, ну есть, очевидно, все называют там фамилии Адам Делимханов, наиболее, как мне кажется, такой, ну очевидный возможный приемник, может быть, будет назначен Даудов, кстати говоря, некоторые считают его более вероятным. Понятно, что как-то вот в эту новую конструкцию власти будет, наверное, встроен, значит, старший сын Кадырова, Ахмат Кадыров, но там все-таки уж очень, уж очень велик разрыв возрастной между 17-летним Кадыровым и теми требованиями, которые все-таки предъявляются к главам российских регионов, все-таки там не менее 30 лет должно быть, и вот разрыв в 13 лет, он совершенно очевидно никак не компенсируется. Мы помним, что когда Рамзан Кадыров приходил к власти, то ему тоже не хватало возраста для того, чтобы сразу стать президентом Чечни, главой Чечни, но там все-таки разрыв был небольшой, и какое-то время там, значит, был при нем регент Кадыров, так сказать, его дали вырасти, а здесь такого шанса, скорее всего, не будет. Поэтому в любом случае, любой, кто будет, во-первых, это будет назначение Путиным, никто не даст возможности чеченцам самим решить этот вопрос, это будет решение Путина окончательное. Да, ему будут предлагать разные кандидатуры, но в конечном итоге здесь Путин, из-под его контроля, не выпустит эту ситуацию. И любой, кто придет на место Кадырова, первое, что он сделает, он поклянется на Коране верности Путину. Для меня это совершенно очевидно. Никаких шансов, вот никакой щелочки для возможности самоопределения Чечни здесь сделано не будет. Для меня это совершенно очевидно. Игорь, я вспоминаю, мы даже с вами говорили, когда Путин награждал сына Кадырова, и мы тоже думали, ну как так, 17 лет, или тогда ему было 16 лет, за что награды, и мы тогда даже вспоминали, что может он готовит сына к наследствию после Кадырова. Вот много слухов входит. Как вы считаете, может Путин в той ситуации, когда он последний раз летал с России за границу еще 19 декабря, хотя ордер был выдан гораздо позже, он всего боится, и мог ли он на примере Пригожно тоже заподозрить, в чем это Кадырова, и тоже эта рука здесь Кремля в том, что Рамзанов Кадырова, мне как говоря, не здоровится? Для меня этот вариант исключен. Дело в том, что все-таки, ну опять-таки, это такая, что называется, слишком тонкая шутка для нашего церка, то есть заподозрить Кадырова в измене и в какой-то игре в пользу Пригожина невозможно, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что Кадыров постоянно демонстрировал лояльность по отношению к Путину, и одно время, да, действительно, они, так сказать, общались с Пригожиным и поддерживали друг друга, но как только Путин определился, как только он твердо сказал на чьей он стороне, и как только Пригожин выступил фактически против Путина, в этот, ну, задолго еще до этого, задолго, еще до того, как Чавыков Агнер ушел с территории Украины, еще до этого Кадыров четко выступил против Пригожина. Его обращение с требованием, чтобы Пригожин прекратил, так сказать, свою деятельность, там, оппозицию в отношении Министерства обороны, Генштаба и оппозицию в отношении Путина, это все прозвучало, так что верность свою Путину Кадыров доказал. Ну, а то, что у Кадыровца трусы, и сам лично Кадыров трусы, он не решился на прямое столкновение с Чавыков Агнером, ну, так извините, в еще большей степени тогда Путина надо было бы разбираться с Золотовым, который вообще ничего не сделал для того, чтобы остановить вот этот вот мятеж Пригожина. Уж то, что, а как раз Росгвардия призвана была пресечь это, и сил было достаточно, все-таки 340 тысяч тяжело вооруженных бойцов, имеющих в своем распоряжении танки, вертолеты, бронетехнику, ну, извините, кто должен был это все пресечь? Конечно, тогда нужно было обвинять Золотова, но можно было обвинять и ФСБ, которые, так сказать, ничего не сделали для предотвращения этого мятежа. Ну, а Кадыров, да, ну, трус, ну, что же, ну, зато верный, зато, так сказать, свой. Поэтому я думаю, что, я считаю, вероятность того, что это то, что происходит с Кадыровым, здесь есть какая-то рука Кремля, я думаю, что вероятность этого на нулю. Игорь, а вот вы вспомнили Золотова, да, скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли Путину и Кремлю опасаться Золотовой Росгвардии? Потому что вот вы вспоминаете, да, что они тяжелое вооружение от Вагнера получили, и имеют многотысячную фактически армию в России? Вы знаете, ну, вот то, что Золотов возглавляет вот эту вот фактически армию, внутреннюю армию России, которая по численности примерно такая же, как и та, которая сейчас воюет против Украины, да и по вооружению она не очень отличается. Ну, только там ядерной триады у Золотова нет, а так все остальное есть. Есть подводные лодки, пока у него еще не находятся на вооружении. Я думаю, что Золотов как, ну, во-первых, все-таки его политическая субъектность на сегодняшний момент равна нулю в силу того, что по своему умственному потенциалу, по, так сказать, какой-то, ну, вот, ну, представить себе, что Золотов вдруг неожиданно захочет играть какую-то самостоятельную роль, ну, историю этого человека мы все хорошо знаем, мы понимаем прекрасно, что он был, ну, всегда был шестерком, всегда был охранником, охранником там, одно время уголовников, потом как-то прибился вот к Путину и, да, прибился еще там к Ельцину какое-то время, потом по наследству был передан к Путину. То есть, на самом деле, эта фигура настолько малосубъектная. Представить себе, что он вдруг неожиданно обретет какую-то самостоятельность, ну, довольно сложно. Да, такие случаи были, но все равно, всегда, все-таки были какие-то намеки на то, что этот человек имеет какую-то возможность, ну, хотя бы думать, хотя бы, так сказать, самостоятельно мыслить или чего-то самостоятельно хотеть. За Золотовым это не было замечено. Поэтому и не случайно, именно Золото сегодня, так сказать, обладает вот таким вот, ну, наиболее увесистым силовым ресурсом внутри России. Ну, вот здесь, я не знаю, может быть, кому-то покажется такой немножко надуманной аналогией, но когда Путин передавал временно поддержать власть Медведеву, вы помните, да, так сказать, когда посадил Медведева, погреть ему кресло самодержавного трона, ну, так, для вида, так сказать, такая была рокировочка. Так вот, выбор Медведева был связан с тем, что это уникальный человек, просто Медведев это действительно уникальное существо, человек, который за многие годы пребывания на вершинах власти, он же был и премьером, и вице-премьером, и главой администрации, то есть кем он только не был. И вот за все это время он не создал своей команды. Это такая степень политической импотентности, я не знаю вообще такого примера вот в российской истории, может быть, в мировой есть, кто-то подскажет, но вот это уникальная степень полной политической ничтожности. И вот именно поэтому Путин ему доверил вот это кресло президенту, что любой другой бы на месте Медведева просто-напросто, ну, взял бы и укрепился бы во власти, да просто уволил бы Путина. И никто не пикнул бы. Вот уверяю вас, если бы Медведев просто-напросто стер Путина как политического персонажа, он мог одной своей росписью взять и уволить Путина с должности премьер-министра. И переизбраться совершенно спокойно, и присягнули бы ему, никуда бы не делись. Но только Медведев был лишен такой возможности в силу своей абсолютной ничтожности. Так вот, перебрасывая мостик от Медведева к Золотову, я скажу, что вот Золотов, ему вручен такой гигантский силовой ресурс, именно потому что, ну, как мне кажется, Путин все-таки довольно точно угадал в Золотове, абсолютно безопасного для всего персонажа. Ну, так я вижу эту ситуацию. Кстати, Игорь, вот вы вспомнили Медведева, да, и все эти его года в качестве президента Российской Федерации, в качестве премьер-министра, потом еще ряд должностей. Вот мне интересно, мы уже понимаем, мы читаем, видим, что он пишет в Твиттере, в других соцсетях, как он выступает, что он говорит. Вот вы говорите, да, очень четко подметили, что у него нет команды, нет союза, никого нет. Мне интересно, как такой человек, как Медведев, выбился в такие должностя, даже, ну, вот какие, нужно иметь хоть какие-то качества, чтобы, как-никак, это карьера, да, в России у него, ну, как человек с такими вот, с такой бездарностью так высоко залез? Ну, это же, это же как раз, по сути дела, в конструировании вопроса, вы на него ответили, мне мало что есть добавить. Дело в том, что вот эти вот все качества, это полная ничтожность, отсутствие вообще какой-то политической субъектности, отсутствие хоть каких-то амбиций, патологическая глупость, это все как раз очень важные качества для карьерного роста в России. Посмотрите на других людей, которые добились огромных успехов. Вот есть такое прилагательное в российской политике – Володин. Это именно несуществует, прилагательное. Вот Володин, да, чей? Володин. Значит, этот человек по статусу, по своему статусу, он является четвертым человеком в иерархии российской власти. Глава, председатель Государственной Думы. Матвиенко, ну, там, она, так сказать, имеет массу, так сказать, творческих псевдонимов и так далее, но тоже человек достаточно бессмысленный. Тоже, какие качества у Матвиенко, там, говорят те люди, которые хорошо знают ее, там, комсомольское прошлое, ее называют Валька-стакан. Вот, но, значит, опять-таки, ну, что, какие качества, какие выдающиеся качества Валентины Матвиенко привели ее к статусу второго, вернее, третьего человека в табеле о рангах в Российской Федерации? Какие? Никаких. И другие. Возьмите любого, абсолютно любого. Ну, есть несколько человек, которые просто… Кстати, самые опасные, с моей точки зрения, враги Украины сегодня, это, конечно, никакие не, там, там, Шойгу, который очень полезен для Украины своей абсолютной бессмысленностью. Тоже, кстати, пример, как абсолютно бессмысленное существо приходит на вершины власти. Вот. Ну, есть опасные люди, это Набиулина и Силуанов. Они поддерживают российскую экономику вопреки санкциям. Вот это, пожалуй, исключение, когда действительно какие-то… Ну, просто надо, чтобы кто-то поддерживал экономику, поэтому поставить на эти должности абсолютно бессмысленных людей опасно. А так, все остальное – зачистка, тотальная зачистка всего того, что хоть как-то возвышается, все, что хоть как-то отличается от нуля, либо убивается, как это было, например, с Борисом Немцовым, либо выкидывается из страны. И любые более-менее, ну, пусть и достаточно преданные Путину, но обладающие хоть какой-то субъектностью, такие люди, как Чубайс, сбежал, отодвинут был от власти. Кудрин в настоящий момент тоже отодвинут от власти. То есть, на самом деле, при том, что я понимаю, что и Чубайс, и Кудрин – это, в общем, ну, совсем не противники Путина, не демократы какие-нибудь, а достаточно системные люди. Но, тем не менее, хоть кто-то, хоть как-то, обладающий хоть каким-то потенциалом, он отодвигается от власти, он не нужен. Путин делает свою зачистку, он подравнивает политический ландшафт и медийный ландшафт такой, чтобы, ну, до асфальта, чтобы там ничего не вырыгать. Любой росток мысли, любой росток какого-то политического потенциала вырывается с корнем. Поэтому вот на этом поле такие люди, как Медведев, они, в общем-то, то, что мы считаем его пороками и недостатками в путинской системе противоестественного отбора, отрицательного, негативного отбора, является достоинством. Игорь, спасибо вам. И да, и вы четко подметили, что такие люди, как Шойгу, и таких немало, они, ну, невыгодно, да, Украине. Но с ними Украина понимает, что мы можем побеждать, потому что вот то, как они действуют, то, что они непростоянно делают, очень на руку вооруженным силам Украины. Спасибо вам. Спасибо.